Играет музыка Играет музыка Реки Потрясающе красивое место Здесь такая прогулочная классная Деревья вообще потрясающие, зелено-золотные Для тех, кто живет в Израиле и встречает по осени Вот она вам Там уточки Там уточка Мало Откручиваю Играет музыка спрашивали у меня касательно жителей города как они отличаются ли они чем-то в сравнении с израильтянами в общем вы знаете с одной стороны конечно отличаются с другой стороны есть очень много похожего например большая радость принимать туристов очень большое дружелюбие и общение на разных языках кстати как я уже говорила русские далеко не не является здесь для меня языком общения потому что как-то не сложилось я начинаю с многими говорить по-русски они пару слов отвечают приходится переходить на английский поэтому я сразу начала уже говорить по-английски с многими и как-то так проще получается вот но конечно люди более сдержанные чем жители израиль жители израиля это вообще сплошной такой фейерверк и кроме того что мы очень дружелюбным очень гиперобщительные у нас нет проблемы если ты спросил у кого-то дорогу и тебе полчаса рассказывали про да про что угодно что вы просто начали общаться с человеком это общение длится несколько несколько дольше чем мы планировали это считается нормальным вот поэтому очень мне понравилось в этом городе очень понравились жители города очень люди такие открытые дружелюбные приятные не как я как я говорила не такие как израильтяне потому что мы гипер очень приятно вот что еще хотела сказать что встретила сегодня пару итальянцев и вот они мне уже напомнили израильтян как бы глобально может быть немножечко по культур не только по культур не да потому что израильтяне у нас вообще такая политика что нам хочется мы делаем и наплевать там то что кому-то это не нравится и даже если это не культурно вот да итальянцы очень шумные израильтяне тоже очень шумные но вот скажем в отличие от американцев мы как-то создаем шум такой знаете низкого уровня суетливый что ли шум допустим американцы они создают шум они просто дико громко разговаривают дико громко смеются дико громко делают вот это все смотрите какие листья а у нас другое мы это каштаны кстати мы создаем какой-то такой непонятный шум который в общем то такой что ли суетливый шум я бы это назвала мы просто очень темпераментно общаемся при этом далеко не всегда громко вот и дети у нас тоже израильские дети это ребенок который он не знает что значит он не может бегать и кричать и веселиться делать то что он хочет он понимает что да нельзя уж совсем наглеет он не понимаешь значит надо сидеть тихо надо быть в рамках каких рамках ничего в рамках поэтому я считаю что это хорошо потому что рамки для детей нужны в плане знаете культуры и воспитания не в плане того что они должны ходить по стойке смирно и делать под козырек каждый раз до сели в ресторане значит все должны делать под козырек сидим молча этим я не приемлем таких вот рамок мне кажется это дикость вот и да очень много детей просто очень много детей куда не пойдешь везде пары с колясками детям где-то ну вот полтора-два и некоторые там совсем с маленькими и еще с постарше детьми в общем полно детей все все везде орут и да очень приятно не то что дети а в общем очень приятно что очень многие люди путешествуют детьми никого это не напрягает поэтому мне это понравилось и жители праги мне понравились намного больше чем допустим англичане или немцы французы вообще у них в своей стране вот я почувствовала когда была такая политика как же туристы вы нам всем всем надоели мы вас терпеть не можем никаких условий для вас не сделаем потому что вы все равно припретесь потому что вам хочется так и вот будете колечиться как вам угодно вот здесь я такого не чувствую и наоборот город который ценит своих туристов и принимает их с комфортом старается что им было здесь комфортно и приятно старается чтобы было людям вообще все так классно и замечательно я вам скажу здесь есть очень большое чувствуется присутствие полиции чуть ли не как в израиле очень большое и нету никаких бомжей каких-то пьяных я может быть двоих встретила за всю неделю очень приятно очень многие говорили карманники то все тоже я не видел никаких румынских цыган ничего как в париже в париже просто это же невозможно продохнуть от них они просто толпами носятся за всеми здесь я такого не заметила хоть меня и предупреждали так что вот в этом плане очень приятно понимать что государство очень не государство хотя бы город я не знаю как в других городах может быть центр до вычищен очень хорошо то что в париже абсолютно нет и постоянно есть присутствие полиции везде что для меня лично приятно когда я вижу полицию рядом я чувствую себя более в большей безопасности не знаю может кого-то это раздражает плане того что до полицейское государство нет я чувствую себя более приятным и полицейские тоже достаточно приятные мне удалось пообщаться и очень люди которые хотят помочь идут навстречу как бы да без всяких совершенно очень открытые очень дружелюбные и без какой-то такой даже тени того что ах вы приперлись в общем очень комфортный город для туризма в плане всего со всех сторон и очень мне понравилось возможно вернуть еще потому что хочется в общем то посмотреть много чего другого вот а я не турист который путешествует бюджетно в плане того что какой-нибудь дешевенький хостель и проживи на 10 евро в сутки мне там не интересно я люблю путешествовать с комфортом я люблю селиться в центре города чтобы у меня все было шаговой доступности в общем как и живу я да я не люблю на выселках и каждый раз добираться на метро на черт я люблю вот захотела я идти гулять я вот вышла ночью пошла мне надо никуда ехать мне ничего не ограничивает и люблю до комфортной гостиницы хорошие завтраки хорошую еду вокруг я не переношу вот это перехватывание какими-то непонятными я не знаю чипсами или выискивание дешевой еды я езжу меньше но намного более качественнее чем можно было бы ездить чаще да в то же время ничего не имею против хостелей вопрос для какой цели ты едешь потому что чтенько мы едем с командой основе хостели который есть такая целая по европе сеть хостелей в которых мы периодически останавливаемся но проблема что тогда надо брать машину либо я беру машину либо я селюсь центре города вот такое у меня правило потому что гостиницы если честно меня слегка напрягают вот сейчас мы поселились самом центре гостиницы меня слегка напрягают каким-то излишним сервисом какими-то вот этими не знаю пританцовками вокруг себя которыми мне мне это все мешает не мешает всем кто-то хочет ворваться ко мне в комнату что там помыть да не надо мне за пять дней там семь дней сколько я там нахожусь особо ничего делать я мусор сама выставлю полотенца могу я не люблю присутствие этих посторонних людей которые перекладывают мои зубные щетки меня это хостель с этим проще дал один раз указание не заходите никто не пойдет никому это не нужно и также там проще плане завтраков там обычно огромные такие столовые опять мы говорим про качественный хостел не там где подешевле вот такая вот история поэтому я предпочитаю путешествовать чуть меньше но качественнее потому что я люблю качественную жизнь я не люблю в виде бомжа мотаться по улицам до выиски где подешевле поесть там что мне осталось 2 евро это не мой стиль жизни абсолютно я считаю что все все то тяжелое что мы делаем в жизни в плане работы карьеры зарабатывание денег это то что должно нам приносить удовольствие в отдыхе в одежде в остальных всех вещах которые с которым мы живем они просто складываться под подушку и давайте сделаем все по бюджетам вот живу я один раз поэтому зарабатывают трачу и живу мир прекрасен я надеюсь у вас голова не закружилась у меня да нет это вот это вот каштан а тот по моему был желуди это каштаны как я понимаю сейчас пойду поищу здесь я видела еще и желуди где-то дерево под которым я стояла вот добро и каштаны и желуди просто приду нужен себе приготовлю и один упал и уже эти бюджетно отдохнула хочу еще добавить насчет бюджетности не бюджетности путешествий может быть путешествует много и бюджетно людям которых это вот захватывает и у них вся жизнь это путешествие у меня вся жизнь это не путешествие у меня есть только всего другого еще что мне хватает пару раз в год куда-то выехать более чем и нет у меня желание выезжать там на месяца да вот недельку пару раз в год более чем достаточно поэтому в жизни есть очень много чего другого еще интересного поэтому я отношусь к этому вот так не гонюсь объять необъятное и наслаждаюсь все другими вещами которые у меня есть жизни их много есть в жизни в повседневной и мне кажется к этому надо стремиться налаживать свою повседневную жизнь чтобы она доставляла вам больше радости не пытаться все время куда-то путешествовать от нее и найти какой-то другой мир в котором тебе якобы будет лучше надо налаживать то что называется быт свой до день за днем жизнь потому что именно она составляет нашу жизнь на эту машину на туристов которые которые по моему как получает только только за рулем а так он едешь ты едешь чем-то дали мне пароль но я бы села вот так просто покататься на заднем сиденье но можно в любой другой открытой машине вам тот же эффект будет а вот сесть за руль это это любопытно вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...